Друзья, всем привет, доброго вечера про торговую войну с Польшей. Поговорим сегодня. Это наш, наверное, один из самых важных партнеров, потому что именно Польша стала логистическим хабом, через который в Украину поставляется западное вооружение, где ремонтируется западное вооружение. Ну и в принципе Польша стала одним из ключевых пунктов для приема и транзита украинских беженцев, которые бежали от войны. Ну, скажем так, недооценивать объем именно польской помощи в Украине в начале войны нельзя. Вот даже мы с нашей организацией Медиаоборона ввозили и гуманитарную помощь, и продукты питания, и зимнюю одежду, и предметы гигиены, и детскую одежду, и генераторы. Все это ехало именно из Польши. Им ехало именно из поликарства, все ехало из Польши. Люди собирали, католические церкви нам помогали очень активно. Ну, то есть люди включились в эту помощь. И эта помощь, это взаимоотношения, это дружба, которая, в общем-то, была одной из, скажем так, таких вот дорожек, которая нас ввела в Европейский Союз. Потому что Польша была параллельно адвокатом Украины на европейской арене. Эта дорожка вся привела к торговой войне. В торговой войне, которая возникла из-за того, что украинское зерно и аграрная продукция в целом оказалась намного дешевле, чем продукция польских фермеров. И, соответственно, возникли протесты внутри Польши против активного импорта украинского аграрного. И местная партия, социалистическая партия, которая опирается, партия президента Дуды, которая опирается на как раз фермеровый средний класс рабочий. В общем-то, была вынуждена на это реагировать. И, собственно, чем это закончилось? Закончилось это объявление моратория, но импорт украинского зерна и определенных видов аграрной продукции. Причем, это могла бы быть, скажем так, локальная торговая война, условно, как Украина с Венгрией. У нас плохие отношения, потому что Венгрия, с одной стороны, сателлит России, с другой стороны, Украина много лет игнорировала права национальных меньшинств, говорящих на угорском языке. И, скажем так, вопросы, которые венгрии хотели с Украиной разрешать, были всегда проигнорированы. То есть, там есть своя история отношений, но это история двух стран. То есть, с Польшей запрет на экспорт, импорт, вернее, аграрной продукции, он же был не единственным. Параллельно, импорт аграрной продукции из Украины ограничили все страны, которые с нами так или иначе граничат. Болгария, Румыния, Словакия, Хорватия, с нами не граничат, но являются транзитной стороной для Адриатического моря. То есть, сама Польша, ну, в общем-то, и все. Ну, и Венгрия. В общем-то, все страны, которые являются нашими соседями по западной границе, ввели запрет на импорт украинского зерна. Ну, и понятное дело, что разрешать любую торговую войну, ну, это же не в нашем стиле, да. У нас, в принципе, разрешать угрозу войны переговорами, вы же знаете, в военном плане вообще запрещено решением СНБО и приравнивается к госизмене. Ну, судя по всему, эта практика распространилась и на торговые войны, потому что вместо того, чтобы условный шмыгаль вышел и сказал, что, ребята, я как глава, суруководитель комиссии Украина-Польша, в наших отношениях, исходя из них, я предлагаю эту историю, скажем так, обсудить, создав там какой-нибудь раундтейбл, провести диалог, дискуссию, общую комиссию. В общем, короче, как-то эту историю заговорить, обговорить, рассудить, в общем, что-то придумать, какой-то механизм. Ну, наши же так не умеют. Александр Ильич вообще, в принципе, привык, что он все, ну, это Кариворожская школа менеджмента, что все он ломает через колено. У него так получается здесь, с этими опиздалами, которых он привел к власти. И только, знаете, как в фильме «Джентльмены удачи», они все сразу побежали там в Запорожье прятаться. Так вот, он думает, что он таким же образом будет общаться и с сильными мира сего. А Польша, судя по ВВП, намного сильнее Украины, вы сами статистику эту знаете. Ну, то есть, слишком легко сошли с рук Владимиру Александровичу и его команде, у Черновеска была молодая, а у Владимира Александровича тупорылая. Например, там Шольц, обиженная ливерная колбаса, канцлер Германии, который прошел путь от рядового клерка в партии до канцлера Германии, крупнейшей экономики в Европе, указывают вчерашние клоуны, которые веселили гостей на корпоративах и играли членами на пианинах. Ну, то есть, но сошло с рук. В тот момент, когда стоял вопрос о спасении Украины как государства, Шольц это, как опытный политик, просто проглотил. А у Владимира Александровича воспринялись, что, ах, смотрите, мы тут, это мы сейчас определяем, да, вот как я Верещук это прочитал, Украина сейчас является транссеттером на мировой арене. Там, пригласили нас на Ж-20, не пригласили, ах, какая разница, мы сейчас все равно, без нас ничего не обходится. Ну, как выяснилось. Как выяснилось, если ты, знаете, как, это как возле пивного ларика. Если ты ведешь себя как пьяное быдло, цепляешься к интеллигентным людям, которые стоят в очереди, то рано или поздно ты получишь поебалу. Вот что, собственно, произошло с нами, и самое обидное то, что произошло это с нашей страной, с государством. К чему все это привело, вы сами знаете, то есть уже, ну, в Болгарии фермеры перекрывали дорогу, и местные политические партии, которые по-любому, ну, любая политическая партия опирается на интересы своих граждан, кроме наших. То есть у нас история о том, что международные партнеры всегда важнее того, что хочет обычный украинский гражданин, была превалирующая на протяжении последних многих лет, многих лет, скажем так. Вот там не так. В Европейском Союзе, в европейских странах ценности прежде всего внутренние, а потом уже как бы внешние наши партнеры и не партнеры. С ними потом разберемся, давайте на своих сначала будем опираться. У нас это, к сожалению, не понимают, а там понимают. Поэтому, когда белгарские фермеры блокируют дороги с требованием прекратить экспорт украинского зерна, то, собственно, правительство этот экспорт прекращает. Министерство экономики Болгарии это делает. Там Хорватия, говорят, мы транзитная страна, нам столько зерна не надо, мы вообще, мы ставим запрет на его экспорт. Нам важнее в рамках Евросоюза экспортировать зерно, которое на наши элеваторы, условно, или наши порты будут завозить наши польские партнеры. Потому что Украина, если откроется канал транспортировки зерна по морю, завтра скажет этим всем Польшам, Словакиям, Венгриям, Чехиям, ну кому хотите, всем говорят, иди нахер, вы нам не нужны. Почему, зачем в ситуативной истории разрывать отношения с внутренними партнерами, ради того, чтобы помочь украинским фермерам? Никто этого делать не будет. Благо, к тому же, фермеры европейские, они являются основой, там же ведь все-таки мелкое фермерское хозяйство, мелкое и среднее являются основой рабочих кластеров, это избиратели, это те силы, которые формируют правительство, которые выбирают президентов. Это у нас с нашим фермером, да, насрали на голову, сказали, ребят, ну вы диндите нахер отсюда, да, там не ебите голову, мы хотим все продать крупным аграрным холдингом, а лучше всего иностранцам, а вас, слушай, вообще тут не надо, едьте в Польшу, там есть, поучитесь клубнику собирать, в конце концов. Это же отношение украинской власти к нашим, к своим же людям. Там другое, поэтому вот Владимир Александровичу это не понять, ну ему много чего не понять, но вот это особенности ему не понять. А как же так? Как же так? Как же так, что есть страны, которые, правительство которых ориентируется на нужды своих граждан? Как же так? Ну так, это, наверное, правильная история, но только у нас это не принято так поступать со своими. Ну плюс еще вот этот вот налет, бронзовый налет, о том, что они такие крутые, они, в общем, трендсеттеры, они в глобальном мире определяют повестку дня и вообще, в принципе, то, что скажет Украина, весь мир, и сразу все исполняют. Это, знаете, кривая дорожка, вывела их в историю о том, что выступая на генассамблее в Нью-Йорке, президент Украины заявил о том, что, ну, вы тут устроили из зерна театр, триллер, создали место для актера из России, ну, вот эту бредятину. Я же знаю, кто это пишет. Это пишет его заместитель главы офиса президента Юра Костюк. Поэтому ему написали, убедили его в том, что, это же опять же страшно, да, почему, сейчас я объясню, почему я об этом говорю. То есть ему объяснили, что вот так, ну, мы же, смотрите, мы же такие крутые, ну, мы же шольца-сосиска, и Байден вообще, ну, мы ему, Байден, сюда быстро, давай ракету нам, они. А, ну, они же так привыкли общаться. Ему так и говорят, смотрите, Александр, вы поедете, топните ножкой, выступите, и все, они сразу все откроют, сразу снимут, потому что, ну, вы же, вы же настолько велики, что вы же говорите не с правительствами. Это что, что у них там в головах, я же знаю. Вы же не с правительствами говорите. Так вот, сказали, убедили, шел, заебил, бах, трах, как говорится, дунул-плюнул, как в КВН, да, посмеялись, и, в общем, раз, думают, а сейчас мы выступим, и снимут, значит, поляки ограничения экспорта. И говорят, а мы еще введем, если хотите. У нас есть много чего, да, чем вас удивить, с точки зрения эмбарго на экспорт из Украины. Теперь возникает простой вопрос. Если страной руководят люди с низкоинтеллектуальной конституцией, назовем это так, не способные понять последствия своих действий на внешнеполитической арене, и за время своего президентства, или там, руководства Кабмином, или руководства Министерством экономики, не так и не вбившиеся в голову, что с партнерами нужно разговаривать на языке переговоров, а не ультиматумов, это тут можно ультиматумы стать. Алло, я-то позвоню Баканову, этого черта, это же откуда оно все произойдет? Помните эту историю? Я сейчас позвоню Баканову за этого черта. Вот, мама, помоги, меня бьют. Только от пиелопи в Америке так не работает. И результат вот такого поведения, ну вот, 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 вот генассамблея, это прям, я не знаю, прям, знаете, как, я не знаю, кто-то химию учил в школе или в институте, лакустава бумажка опускаешься, активно раз, покраснел. Вот лучший индикатор того, чтобы перещелочил раствор. Вот конкретный пример. Полупустой зал на выступление генассамблеи ООН. Об этом пишет европейская, американская пресса. Отказ от встречи президента Дуды, который при этом тут же говорит о том, что да, мы должны продолжать помогать Украине для того, чтобы Украина победила, отставила свои территории. То есть они говорят, мы украинскому народу готовы помогать и поддерживать. А вот этим не очень хотим с ним иметь дело. И это, ну, как бы, такой сигнал очень неприятный. Ну, опять-таки, как других у нас президентов нет. У нас нет возможности сказать, смотрите, ладно, этот президент нет, у нас есть другой, у нас так не получится. У нас демократическая страна, выборы. Мы уже сделали свой выбор. Такого, как он есть. И пока этот выбор выполняет свои, так сказать, функции, теперь что из этого произрастает? Чтобы вам просто было понятно. И как из этого выпетлить? И вообще, кто, к чему это все сейчас придет? Вот смотрите, вы уже знаете, я мне это рассказывал, у всех своих видео, сейчас политикой офиса президента, к его консультированиям, организацией всех встреч занимается клан Кучмы Пинчука. Пинчук организовывает встречи с Зеленскому в Нью-Йорке и Вашингтоне, как это звучит в пресс-релизах официальных, с ограниченными группами влияния в Конгрессе и Сенате. Пинчук же организовывает, как известный донор фонда Клинтонов, семьи Клинтонов, встречу Елены Зеленской с семьей Клинтон. Семья Клинтон вручает Елене Зеленской приз за гражданские активности, как это правильно называется, Civil Clinton Civil Award, гражданская, в общем, какая-то гражданская награда. Ну, то есть, не все новости хуевые с этой поездки. Есть и значок, есть и статуэтка, которую можно поставить. Как всем занимается Пинчук, то, соответственно, а у Пинчука, это просто, вы не знаете эту историю, но я вам расскажу коротко. У него всегда было такое хобби. Он всегда любил контролировать министров экономики любого правительства, потому что в Министерстве экономики выдавали сюда лицензии на экспорт труб, которыми, собственно, занимается Виктор Михайлович Пинчук. Это его ключевой бизнес трубы, трубопрокатные заводы. Значит, трубы, Минэкономики, лицензии на трубный экспорт и договоренности с Минэкономиками других стран, для того, чтобы не было экспортных квот, или они, собственно, распространялись только, или были доступны только для предприятия Пинчука. Поэтому торговый представитель Украины, Тарас Качка, Тарас, это имя, Качка, фамилия, он подал иск в ВТО, который возмутил, собственно, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию. Мы сейчас будем с вами судиться и заставим вас через суд отменить ваши ограничения. Ну, Криворусская, да, помните историю. Так вот, Тарас Качка, это же человек, который работал раньше в американской торговой палате, сидел на грантах фонда возрождения, в общем-то, финансировался Пинчуком. И Пинчук его завел в Министерство экономики, сделал торговым представителем для того, чтобы курировать тему выдачи лицензии. Они, кстати, до сих пор существуют, в том числе на аграрный экспорт. Это человек Пинчук. То есть Пинчук, с одной стороны, везет Зеленского в... Я всегда об этом говорю, да, потому что Владимир Александрович просто, ну, из-за его, слово не обидно, недалекости, с точки зрения понимания процесса, глубины их понимания, опыта, его используют все, кому не лень, для личного обогащения, либо реализации своих, там, геополитических задач. Вот Пинчук его потащил, типа, обеспечил ему теплую ванну, как обычно он Владимир Александрович это любит, потащил его в Америку. То есть там у него встречи, там у него все хорошо, там супруги вручают Клинтона награду. Вчера на корпоративе водочку пил с сабли, для того, чтобы гости веселились, а сегодня те Клинтона награду вручат. Ну, пш. А у интересчика кардинал, да, на SpaceX Айлона Маска пролетели, вот этот вот процесс от одного ко второму. Так вот, получается, Пинчук же его и вставляет этим. То есть если ты такой, с одной стороны, хороший, опекаешься, то Владимира Александровича, делаешь из него, так сказать, человека. А с другой стороны, твой человек, понимая последствия торговой войны с нашими ближайшими партнерами, подает иски в ВТО, что еще больше дрочит наших этих партнеров, которые говорят, ха, раз так, так вы в Евросоюз не поступите никогда, мы вас не возьмем, потому что нахер он наш, ваш аграрный экспорт. Вот откроется Черноморский коридор, мы подпишем с вами соглашение о том, что вся ваша пшеница, пожалуйста, в Азию, в Китай, в Индию, куда хотите отправляйте на Ближний Восток, но не в Европу, потому что у нас своя есть. И у нас фермеры дотационные все. Тогда пойдете в Евросоюз. А если не откроется коридор, тогда в Евросоюз не пойдете. А к чему это Виктор Михайлович Пинчук организовывает такой вот комбинейшн? Да? Уже догадались или еще нет? Я расскажу. Это не проблема. А для того, чтобы Владимир Александрович вот так вот, знаете, как бы завязать ему глазки, вести его за ручку, за ручку, привести, а там уже мирный договор лежит на столе, который надо подписывать. Поэтому в ближайшие годы ничего вам не светит. Но при этом светит одна простая история, которую Виктор Михайлович любезно для Владимира Александровича организовывает. То есть, грубо говоря, они его не заставили согласиться на подписание каких-то документов с русскими политическим путем. Ну, Берема, этого Абрамовича привезли. И все ему рассказали, все объяснили. Но кривой рог есть кривой рог. Объясняй, не объясняй. Юзик, срочно помогай. Вот такой стишок я придумал для вас. И это, думаю, что, в принципе, определяет ситуацию Валерия Владимировича. Вот так он никому не верит. Он говорит, политически, и это понятно, что политически подписав сейчас капитуляцию, по сути, с русскими, ему вообще ничего не светит. Тут сбежать бы, дай бог. После того, что в стране произошло, сдавать русским ничего нельзя, понятное дело. И он это понимает очень прекрасно. Я думаю, на чуйке. Не на понимание, а на чуйке. Ну, вот его подводят экономическим путем теперь. Виктор Михайлович его экономически подводит к подписанию мира. А условиями и действиями, которые, вместо того, чтобы партнером наших торгово-экономических, откуда зависит экспорт украинских товаров, не только аграрных. Есть еще металл, металлопродукция, руда, ферросплавы. Много чего есть. Может, не только про зевного, но по всем этим пунктам. Сейчас Виктор Михайлович аккуратненько Владимир Александрович поставит такой железный занавес. Нет экспорта. Нет экспорта, друзья, это что? Нет валютной выручки. Нет валютной выручки, это что дальше? Это девальвация глубочайшая. Экономический кризис. Девальвация. Еще больший экспорт последнего ресурса, который остался в экономике Украины, это людского. Дальнейшее отсутствие налоговых сборов. Мы уже всех обобрали до нитки. Сами платить они не привыкли, но зато с других берут исправно. Вам предприниматели не дадут соврать. И, по сути дела, дальше цейтнот. То есть, когда ты не можешь никуда двигаться, кроме как, ну дальше нужно будет что-то подписывать, или не дадут туда, или не откроют здесь, или экранник не пустят там. И это все Виктор Михайлович Пинчук. Так аккуратненько, филигранненько разыгрывает Владимира Александровича для того, чтобы его довести до, так сказать, до документа с ручкой, который нужно будет подписать. Не зря же Зеленский, все-таки, знаете, как дураком же его никогда не называл. Человеком неопытным, да, скажем, с несоответствующим уровнем образования позиции, в которой он оказался, и ситуации, в которой он оказался, но не дураком. Он это понимает, что его куда-то не туда ведут. Он просто не понимает, кто и как. И почему, и чем. Поэтому выступая на генеральной ассамбле, он говорит, я знаю о том, что есть попытки за спидокулисами, о чем-то говорится. Так вот эти попытки. Клан Кучма-Пинчука, плюс эстеблишменты разных стран уже давно все поделили и написали. Нужно только довести Владимира Александровича, чтобы он подписал. Но не хочешь политически, значит экономически заставь. Вопрос, что это все делается за наш счет, друзья. Мы за это платим. Своими налогами, своим здоровьем, будущим своим, своих семей, своих детей, внуков, родителей. Мы за это платим. А это меня возмущает больше всего. То есть, когда я сталкиваюсь с тупым человеком, из-за которого мое будущее становится туманным, меня это раздражает. Я думаю и вас. Вот для этого мы, собственно, с вами собираемся на канале Дубинский в YouTube, Дубинский проф. в Телеграме. Там очень много новостей, которые не попадают в видеоформаты, которые стоят вашего внимания. В Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке. Все для вас, все ради Украины, все ради правды. Будьте здоровы. Пока.